дорогие друзья и всех приветствую на моем канале и сегодня у нас очередное видео моих находок из секонд-хенда которые вы очень хорошо смотрите я так понимаю что вам они очень нравятся я решила снимать их немножко почаще раньше я выпускала такое видео где-то раз две в три недели в месяц сейчас я наверное буду выпускать их может быть раз в неделю потому что находок у меня очень много и я вижу что ко мне приходит много новых подписчиков именно на эти видео я всем очень рада всем большое спасибо кто подписался всем большое спасибо кто смотрит и поскольку я понимаю что эта тема очень интересна зрителям то я буду снимать такие видео почаще чтобы вы так сказать не разочаровались моем канале ну и сегодня очередная порция как я это называю не выбрасывать я подбираю потому что это действительно так я нахожу эти магазины в наших секонд-хендер то есть это магазины которые работают на основе донейшн или ну собственно вещи которые люди приносят бесплатно этот магазин они их продают и я не знаю это называется в европе это называется красный крест у нас называются магазины армии спасения вот в них я нахожу свои сокровища не то чтобы люди их выбрасывают но люди избавляются от того что мне нужно я вот нахожу то что мне нужно приятно и то что вам нравится все переворачиваю камеру и давайте будем смотреть ну что ж друзья давайте начнем я немножко экспериментирую с подложкой под мои украшения потому что прошлый раз я показывал просто на столе и но так все гремело об стол мне написали даже что постарайтесь пожалуйста не смотреть не рассматривать украшения на столе потому что очень неприятный шум я прислушалась я стараюсь чтобы вам было удобнее приятнее комфортнее смотреть все украшения сегодня которые я вам покажу они не имеют никакого бренда то есть я не нашла никаких маркировок на них и ну и собственно говоря и ладно для меня это не самый главный point хотя конечно для меня это важно если я нахожу что-то брендовое интересное конечно это интересно но тем не менее есть очень красивые украшения которые идут без маркировок и давайте будем смотреть и начнем наверное с этого самого большого самого красивого украшения так немножечко подвинем надеюсь не подведет меня моя мой мое устройство значит это украшение крупное очень большое и очень необычное своим именно вот размером и дизайном я наткнулась на него в секунде и просто знаете вот она прямо прям сразу притянула мой взгляд я могу сказать что она не очень новое потому что вот как вы видите это видно по замочку вот такой вот замочек бочка он как правило использовался в украшениях довольно стареньких может быть не очень стареньких но не не прям такой же винтаж винтаж но и не совсем современных современных украшениях они тоже используются но редко в основном как бы это украшение более старые и я даже какой-то момент думаю что может это какая-то самоделка потом подумала что нет вряд ли но это не важно потому что на самом деле она просто очень красивая и очень эффектная но настолько эффектно выглядит на шее что просто вот невозможно глаз торвать значит здесь это по-английски это называется mother of pearl или как в общем ракушка вы видите да и здесь с другой стороны это либо пластик либо дерево я даже думаю что это скорее всего деревяшечка она довольно такое тяжелое значит все 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 вот эти вот звенья они имеют разный размер конечно центральная часть самая красивая вот этот вот лист переливается необыкновенно посмотрите перламутр господи не могла вспомнить перламутр и здесь вот между всеми вот этими вот деталями находится вот такие золоченые шарики которые в некоторых местах подальше от центра немножечко уже по обтерлись но это честно говоря не очень то видно и здесь находится вот такой вот маленький совершенно круглый такой шарик бусинка и вот так как она закреплена и как бы приделано вот именно к застежке я подумала что это какой-то может быть и хэндмейд ну и важно мне это в общем не особенно важно еще и потому что видите здесь есть вторая дырочка во всех этих во всех этих элементах то есть принципе здесь можно было натянуть как бы две две лески или две нитки и ну кстати не на всех на многих но не на всех в общем короче я теряюсь в догадках это было сделано руками это было сделано на какой-то фабрике может быть какая-то маленькая частная ювелирная мастерская которая занимается производством я так скорее всего думаю что это именно не то что вручную сделано кем-то человеком может быть какой-то фабричкой маленькой или какой-то такой вот знаете как небольшой небольшой ювелирной мастерской насчет этого украшения у меня есть уже интересная история я вам конечно сейчас его померю и примере я его с тем платьем которые я его надевала если вы помните в одном из моих влогов и члены я примеряла платье такой под зебру по-моему да ну такой бежево-черное летние такое шелковое платье и шелковое подшелка но необыкновенно это украшение к нему подошло и недавно нас пригласили на партии партия была на улице у бассейна во дворе дома и я значит надел эту платье надел это украшение у меня нашлось к нему очень подходящее кольцо сейчас я вам покажу просто на удивление подходящие посмотрите видите какое тоже кольцо довольно старенькое уже немножко у меня здесь оно сошло с него покрытие но она удивительно подходит тоже перламутровая очень хорошо красиво на этот палец наден подходит к этому ожерелью я его надела надела ожерелье и через час сняла на улице было жарко оно необыкновенно жаркое вы знаете это украшение на или на кондиционированное помещение или на более холодную погоду потому что тут вот много вот этих вот элементов плюс большие вот эти вот деревянные пластины мне в нем было так жарко так душно я так извините вспотела что мне пришлось его снять потому что мне было очень очень тяжело в нем находиться я кстати вам его примерю с этим платьем чтобы вы видели как это красиво вместе и оценили как свое умение стилиста если можно так выразиться и как я ношу свое украшение ищем так давайте перейдем к следующему украшению она тоже необыкновенно огромная крупная большая вы наверно заметили мою тягу крупным украшением ну я люблю да я сама не очень крупная женщина но украшение я люблю большие не знаю чтобы видно было что так просто надевать знаете такие маленькие цепочки всякие которые не видны зря зря пропадает красота вот это украшение я конечно когда тоже увидела висящем секунде на на крючочке на на витрине я конечно не могла пройти мимо как вы понимаете это ну просто такое которое нельзя пропустить вот так она выглядит с обратной стороны я не знаю насчет его винтажности очень сомневаюсь хотя возможно она относится годам восьмидесятым девяносто застежка у него обычный крабик и нету никаких маркировок и никаких обозначений вот такая вот довольно интересная красивая цепочка такого в виде плетения тоже не просто так а необычная и вот эти вот элементы я конечно думаю что это пластмасса они камни но они да скорее всего но они очень похожи на камни потому что вот они так обработаны и так красиво сделаны видите вот здесь вот с краю сделан такой вот этот срез как будто бы это настоящий камень здесь вот они все абсолютно вот так вот интересно необычно сделаны как-то так необычно между собой соединены очень яркие цвета красивые желтый зеленый серый сиреневый очень подходит много какой одежды по цветам но по фасону я должна сказать что конечно к нему нужен определенный вырез декольте или наоборот полностью закрытое платье или блузочка которая принципе вот ее положить это все надеть и желательно конечно вещь должна быть однотонная чтобы ну не отвлекать на себя внимание потому что представляете блузочка в цветочек еще сверху вот такой вот ожерелье это уже конечно будет перебор невероятно следующее украшение давайте посмотрим его а потом мы перейдем у меня есть две броши браслет еще одно ожерелье вы собственно все видите я так все выложила на стол чтобы не было никаких у меня от вас секретов вы знаете оно просто необыкновенное и совершенно я ничего подобного никогда не встречала в своей жизни серьезно на нем есть следы конечно возраста я может потом покажу поближе вот эти вот как бы элементы лепестки здесь они на них есть какое-то такое потемнение но при этом оно совершенно блестит и довольно такое я бы сказала сохранившиеся неплохо в хорошем состоянии вот такой у него замочек я подозреваю что это винтажная вещь вот благодаря замку расстегивается он вот сейчас будет цирк если я вот так вот такие замочки расстегиваться вот таким вот образом я надеюсь что вам видно потому что я так снимаю что я не совсем вижу что я снимаю маркировок тоже никаких нету вот так вот он застегивается но обычно такие замки делались в вещах довольно стареньких видите никаких маркировок с обратной стороны оно имеет абсолютно такой же вид как спереди и сзади может быть мне его немножко надо побольше помыть я его правда мыла но эти остались какие-то следы на нем видите вот немножко есть следы времени вот здесь вот некоторые потемнения но это его абсолютно не портит потому что общее впечатление совершенно необыкновенно прекрасное оно настолько необычное настолько красивое что я вообще даже теряюсь в догадках кто его произвел и когда оно было сделано потому что вот действительно украшение просто королевское на шее оно выглядит просто необыкновенно шикарно настолько оригинальная и красивая вот идея вообще что я как бы просто вот совершенно совершенно от него в восторге посмотреть какая необыкновенная красота так давайте посмотрим сейчас что брошене так давайте посмотрим сейчас что брошене вот такая брошь не знаю ее происхождения нету никаких маркировок подозреваю что очень возможно она и современная а не винтажная но необыкновенные красивые красивые кристаллы они так переливаются может быть даже и китайская девочки не знаю я не настолько специалист чтобы сто процентов сказать что это только современная из китайской оня с небольшие потерь у нее потерян вот здесь вот маленький камышек эти стразик и вот здесь вот маленький стразик кристаллик это не очень видно если честно это почти практически незаметно я возможное восстановлю если найду такие comida стал а если нету тоже буду чуть-чуть вот так вот как есть потому что неuran прежде чем я не кажется что нет не сильно нам не видно вот эти вот потери И она вот такая вот необыкновенной красоты Звезды, комета с хвостом летящая Я не знаю, что это означает Но она очень красивая, необыкновенной красоты Красивые синие кристаллы, глубины такого цвета Не знаю, так она блестит и переливается Что я бы сказала, что... Ну, не Сваровский, конечно, но какие-то кристаллы довольно качественные И вот такая вот просто черное почернение, обратная сторона Обычный вот такой вот замочек Замочек тоже, мне кажется, не совсем современный Очень плотный, такой плотно застегивается Хотя, трудно сказать, не знаю, маркировок нет Даже и намеков никаких на маркировку Но брошь необыкновенно красивая Необыкновенная, такая, знаете, загадочная Звездное небо В общем, ну что-то такое Очень мне нравится Следующая брошь совершенно другая Абсолютно другая Она очень лаконичная Она очень строгая, я бы даже сказала Такая, знаете, никаких блесток Никаких стразов Ничего не сверкает Но она при этом необыкновенно элегантная Лаконично элегантная, я бы сказала Но при этом очень интересная Не скучная, знаете В слове лаконичный Иногда подозревается что-то довольно Ну такое, обыденное, да Обыденно скучное Но я бы не назвала ее так Во-первых, она довольно крупная Тяжелая Я бы сказала, что ее нужно носить Видимо на лацком пиджака Или пальто Или вот какого-то толстого свитера Потому что она довольно крупная И довольно тяжелая Она матовая Видите, у нее матовое покрытие За исключением вот здесь Вот единственное место Поблескивает это вот здесь Может быть просто матовое покрытие Здесь сошло Опять же, по поводу возраста Затрудняюсь сказать У нее очень интересная Обратная сторона Вот такая вот Тоже шершавая И видите, вот не гладкая Неровная А имеет вот такие вот Рифления как бы И вот такая вот длинная иголка Когда-то я слышала, что длинная иголка Это означает, что это брошь старенькая Винтажная Но здесь иголка длинная По причине того, что брошь большая Крупная Видимо, поэтому Это такой листик В общем, обычный лаконичный сюжет Но вот необычный, интересный Очень хорошо сделано Видите, вот Как бы здесь вот этот вот лист Он идет как будто бы Такая вот лента извивающаяся Красивая брошь Лаконичная, элегантная Конечно Все при ней, что называется Так, следующее украшение Давайте рассмотрим вот это сердце Безусловно Это не винтаж Это, конечно, что-то современное Но очень хорошо сделанное Очень красивое Я сорока повелась на это Не знаю Опять же, никаких нету Знаков Никаких нету маркировок Я уж так рассматривала здесь Но у меня, знаете Складывается впечатление Что это что-то непростое Потому что уж очень она Хорошо и качественно выполнена Эта цепочка с медальоном Вот такая вот здесь застежка И медальон весь усыпан стразами В виде цветочков Немножко такая она Не то чтобы детская Ну, скажем так, девичьи-молодежная Но я ее носила уже И ничего, как бы Никто меня камушками не закидал Обратная сторона тоже Очень интересно сделана Видите, не просто так кулон А он дутый такой Он пустой полы внутри Но объемный, выпуклый И обратная сторона Тоже сделана очень интересно Что обычно говорит О качественных изделиях Потому что если Производитель заморачивается И делает обратную сторону Тоже вот какой-то такой Интересной и красивой То это обычно хорошие Производители И довольно добротные Дорогие компании Вот такая вот обычная Цепь Крупная, большая цепь Ничего такого особенного нету Конечно, украшение современное Но очень милое Симпатичное И такое игривое, я бы сказала Еще одно украшение Как вы видите, последнее Это браслет Он, конечно, винтажный Безусловно Я вижу это по всему Я вижу по плетению Вот этому вот Когда-то мне, девочки Это опять я забыла Как это называется По-моему, книжное плетение Или как-то книжное Напомните мне, девочки Мне написали Я слышала это название Мне написали И я опять его забыла Вот именно вот сделано Вот такими вот Звеньями Которые соединены Вот таким вот Образом необычным Старенькая застежка Никаких маркировок Искала-искала Старалась Ничего не нашла Ну и, конечно Бесподобные красоты Здесь я думаю Что это натуральные камни Вот эти вот вставки И жемчужины Я, конечно, думаю Что это не настоящий жемчуг Но посмотрите Как интересно это все выглядит Как интересно это сделано Он такой мягкий Он не твердый браслет И видно, конечно, следы носки Видно, что немножко Сошло покрытие металла Но и этим Как бы Выдается его Именно винтажность И посмотрите Как интересно Вот здесь Вот эта обратная сторона Все эти звенья Имеют на себе Какую-то Как будто бы гравировку Необыкновенная вещь Очень необычная Красивая Я, конечно, его Вам еще примерю На себе В полном, так сказать Масштабе Но пока Вот так вот Приложу И покажу Так, наверное На другую руку Я сделаю Зачем же я Так Нехорошо снимаю С себя Ну, вот такой браслет Красивый Красивый Необычный Винтажный Конечно, самый Самый Необыкновенный Наверное В сегодняшнем показе Ну вот, дорогие друзья Такие сегодня были находки Такие украшения Такие украшения Я надеюсь Я надеюсь, что вам понравилось Я надеюсь, что вам было интересно Вы получили удовольствие И увидимся с вами В следующем видео Может быть, это будут примерки Может быть, это будет разговорное видео Давно я не снимала А у меня появилось желание Снять разговорное видео О чем-нибудь С вами поговорить Или это будут снова Если вас интересует тема Только украшений Из секонда Винтажных И не очень То мы увидимся с вами В следующем видео О моих украшениях Найденных моих находках В секонде А на сегодня все Люблю, целую Всем пока-пока До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok